Шатишан-тирэф, горелка туристическая, складная на 3 мать его киловатта, заявлено ТРГ-044, трамповская. Расход. Расход не заявлен, написано, что 75 минут на баллоне в 230, это типа час на баллоне, ну, не знаю, посчитайте сами. Расход, они что-то поленились. Указали закипание литра воды за 3 минуты 25 секунд, это очень быстро. Ну, может быть и так, хрен его знает. Трамп, это хорошо отобранный Китай. Смотрим. Упаковка обычная, такая везде у всех. Есть инструкция, она вам неинтересна. Низ, на первый взгляд, ничем не отличается от того, который используется в моделях Трэк или в FireMap, очень похожий. Регулировка производится по умолчанию, тяжело и с сопротивлением. Если поджиг не складной, какое-то время будет работать совершенно точно. Проблема, в какой-то момент он может начать бить огнем, например, не вот сюда, а вот вон сюда. И почему? Ну, потому что где-то что-то подогнулось и хрен его знает где. Так, ну, здесь какая-то была кусочек обработки, острый меня уколол. Ножки, лапки регулируются совсем чуть-чуть ширину, сильно не раскладываются. Таким образом, это у нас горелка для, скорее, небольшой посуды. При этом они еще, смотрите, торчат вверх. То есть, чем больше посуды, тем выше она у вас будет стоять. В минимальном объеме даже киевская кружка, вот, например, не влазит. Баллон. Ну, можно считать, что не влазит. То есть, нужно что-то шире, чем цанговый баллон. Я думаю, что у вас они где-нибудь в хозяйстве есть, найдете, проверите. Наворачиваем. Навернули. Лучше свет вырубить, будет виднее просто очевидней. Сейчас горелка начала греться, произошел прикольный эффект. Убегание, видимо, влаги. Минимальный режим, она работает нормально. Вижу какую-то легкую нестабильность, пока непонятно из-за чего. Вырубите свет, мне нужно видеть пламя. Сверху жарко. На полной мощности пламя представляет себя, по сути, несфокусированный цветок. Бьет довольно широко. И, в принципе, на большую посуду такого тоже может хватить за счет того, что она будет бить и рассекаться. И за, вон, начала греться. Это, кстати, тоже ей не на пользу, потому что там внутри, внутри вот этого пластика идет, на самом деле, проводок. И за рано или поздно умрет. Начал металл раскаляться. Видите, немножко неравномерно. На двух больше, а на одной этого вообще не вижу пока что. В штатном режиме работы огонь сфокусирован в небольшой шарик. Будет сильный нагрев в центре посуды. То есть это для посуды типа литр. Там или высоких котелков каких-то, или котелков, может быть, с теплообменником. Вот для таких задач это хорошо. Похожей формы делают горелки для котелков с теплообменником. Ну, хотя там иногда даже более хитрый, сфокусированный еще сильнее вовнутрь. Судя по быстрому раскаливанию стали, с мощностью здесь все хорошо. Правда, хорошо. Регулировка тяжеленькая, но плавная. В общем, вполне адекватная и годная, казалось бы, горелка. Сейчас мы ее выключили. За пизу можно держаться. И за работает нормально. Какая-то нестабильность, казалось бы, пропала, горелка разработалась. Основание у горелки вот здесь вот холодное. Баллон в текущем виде, конечно же, холодный, потому что не было отражения от котелка. Ну, немножко симпатично так она дымится. Не совсем понятно, правда, чем. Тело вполне нормальная, адекватная, складная, компактная горелка. Конструкция ощущается плотной, надежной. Ноги ее лозят не так сильно. И даже если они их затиснут в одном из положений, во внешнем предположим, это не сильно скажется на функциональности горелки. Могла бы быть абсолютно нескладной, и мало бы чего изменилось. Убирается она в упаковку, в принципе, в которую чуть-чуть еще немножко больше влазят более крупные горелки. Но такова как бы история. Все горелки, которые навинчиваются, имеют нормальное, стандартное такое основательное основание. Имеют пизу, они все довольно крупные. В целом, обычная, нормальная, хорошая горелка. Я бы сказал, на компанию до 3-4 человек. На пятерых на ней тоже можно готовить. Но, конечно, уже просто несоразмерность пламени и объема. Хотя мощность у нее достаточная. Это дохрена, и даже на 2 киловаттах можно готовить, если тепло распределить. Поэтому ей рекомендуются небольшие котлы, небольшие кастрюли или кастрюли с теплообменником. Вот мое мнение. Может быть, даже получится взять какую-то крупную кастрюлю и насадить ее прям вот так вот ее сверху насадить, если уж надо, и тогда огонь будет бить у вас и распределяться, и выходить потом через радиатор. Конечно, хорошая штука. Я ее могу рекомендовать в покупке. Цену не знаю, но учитывая, что этот рамп обычно стоит очень даже конкурентно. Продолжение следует...